Новоподклетное. Деревня Ромонского района Воронежской области. Входит в состав Яминского сельского поселения. Деревня Новоподклетное населенный пункт расположен в юго-западной части Ромонского района Воронежской области, 22 километрах от районного центра. Деревня относится к Яминскому сельскому поселению в непосредственной близости от села Ямного. Новоподклетное находится неподалеку от федеральной трассы М4 на левом берегу реки Дон. В 1928 году имела 109 дворов. Деревня Новоподклетная является выселком села Подклетная. Это было селом под клетями, то есть возникшее на месте, где раньше находились клетки для животных. Отсюда и название. Арбитражный суд Воронежской области признал незаконным отказ администрации Рамонского района строительной компании вид строя Новоподклетная в выдаче разрешения на строительство клубного поселка Панорама. В решении суда отмечается, что отказ в разрешении на строительство нарушал право заявителя на застройку участка, находящегося в его собственности, установленного статьей 263 Гражданского кодекса Российской Федерации. Градостроительные нормы и правила были застройщикам соблюдены. Строительство клубного поселка в этом месте соответствовало целевому назначению участка. Следовательно, препятствий для осуществления строительства не существовало. Однако администрация Рамонского района 47 раз отказала строительной компании в получении разрешения на строительство. Застройщик подавал документы как в электронном, так и в бумажном виде, но каждый раз получал отказ. В качестве причины отказа администрация всегда указывала неполный пакет документов, не называя при этом конкретных документов, недостающих для получения разрешения. Застройщик вид строй Новоподклетная сейчас реализует проект клубного поселка Панорама, расположенного в деревне Новоподклетная на улице Гангутская. Панорама – это жилой комплекс европейского формата на территории площадью 15,6 гектар. Жилой фонд Панорамы состоит из 305 таунхаусов, являющихся золотой серединой между квартирой и частным домом. Покупателям предлагаются в собственность двухэтажные дома с участками и персональными парковочными местами. При этом все заботы об обслуживании дома ложатся на плечи управляющей компании. К клубному поселку прилегает природный парк площадью 2,5 гектара, находящийся в собственности застройщика. На его территории застройщиком продуманы пешеходные маршруты для неспешных прогулок, а для активного отдыха – спортивная площадка и велодорожки. На данный момент первые жители клубного поселка Панорама уже получили ключи от новых домов. ООО «Видстрой Новоподклетное» является одним из застройщиков, развивающих малоэтажное строительство в пригородах Воронежа и ведет свою деятельность в Рамонском районе. Стратегия компании заключается в комплексном развитии яменского сельского поселения и оперативном реагировании на государственные программы по развитию сельских территорий. Проектом Панорамы также предусмотрено строительство детского сада на 150 мест. Застройщик готов безвозмездно передать в муниципальную собственность участок площадью 5,4 тысячи квадратных метров, специально выделенный и поставленный на кадастровый учет для строительства детского сада. Вид «Видстрой Новоподклетное» также способствует приобретению жилья в клубном поселке Панорама по государственной программе сельской ипотеки с годовой ставкой 3%. Помимо клубного поселка Панорама, в ближайших планах строительство коттеджного поселка. В перспективе эти объекты застройщика станут частью масштабного проекта, реализуемого на территории 350 гектар. Реализуя свои проекты, застройщик действует в русле правительственных федеральных программ по развитию сельских территорий и индивидуального жилищного строительства. В компании отмечают, что проекты малоэтажного жилья, реализуемые в пригороде, позволяют его владельцам жить в экологически чистом районе среди лесных массивов, природоохранных зон и водоемов, оставаясь при этом в непосредственной близости ко всем благам цивилизации. Строительная компания «Видстрой Новоподклетное» готова передать собственность Рамонской администрации земельный участок в 5,8 тысяч квадратных метров под строительство детского сада. Детсад на 150 мест должен быть построен к 2023 году в деревне Новоподклетное. В деревне Новоподклетное, где детский сад на данный момент отсутствует, по месту жительства зарегистрированы 146 детей. 9 из них посещают Яминский детский сад, 32 – детский сад Рождественский, и еще 22 ребенка уже стоят на очереди в эти учреждения. Помимо местных жителей, на проблему отсутствия детского сада обратила внимание строительная компания «Видстрой Новоподклетное». Компания сообщила администрации Рамонского района и Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, что готова безвозмездно передать в муниципальную собственность этот земельный участок, специально выделенный и поставленный на кадастровый учет под строительство детского сада. Отдыхающие обнаружили в пойме реки Дон, недалеко от улицы Первомайской, Вселенного-Подклетное, более 50 снарядов разного калибра 12 апреля 2021 года. Сейчас боеприпасы взяла под охрану полиция. Для изъятия и уничтожения снарядов пригласили в район специалистов аварийно-спасательной службы Воронежской области. Нас заверили, что операцию по реликвидации взрывоопасных предметов проведут в течение одного-двух дней. Продолжение следует...